Добрый день. Часто задают мне вопросы. Я чуть переболела, Тернополь свою все-таки дал. Завтра опять Одесса и опять дождь, так что нормально. Там и закреплю. Да, Татьяна Серивина? Часто спрашивают о том, как приучить щенка к туалету на улице. Потому что там первая, вторая прививка, стараются не выводить на улицу, чтобы не подхватить какой-то гадости. Я своих детей, есть приемчики, но нужно уже над этим поработать. Потому что щенок привык, то есть два месяца, это два с половиной, если вторая прививка прошла, это уже два с половиной месяца. И щенок уже осознанно узнает, где его туалет. Он в доме, на пеленочке или еще где-то. И нужно будет постараться. Прикол номер один. Щенка в туалет пописать и покакать нужно выводить в сонном виде. То есть я своих выводила, приучала к туалету ночью. Ну вот не в доме, да, там, чтобы они писать, какать ходили, а на улицу. Я встаю ночью. Эй, вставай, пошли, пошли. И они такие, как детки маленькие, тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. Понятно, что ребенок, когда выходит на улицу, щенок, это тот же самый ребенок. Хорошо, он подмерзает или там чуть-чуть растормаживается. И он делает сидится писать. И вот, вывели, он идет такой спокойный тёп-тёп, сел, пописал. А, хорошо, только не надо пугать, не надо там громко разговаривать со щенком, чтобы не спугнуть, не надо громко хвалить. Тут надо будет поработать. То есть два-три раза, четыре раза на ночь вам нужно будет встать и вывести сонного щенка на улицу, пописать, покакать. И похвалить его обязательно там. Есть момент номер два. Это когда щенок у вас ходит, к примеру, там на пеленку. Вы приучили ходить на пеленку. Пеленки вы еще потом делаете, вы собираете их, выкидываете. Тут выкидывать не надо. Когда щенок сходил, пописал или покакал на пеленку, вы берете эту пеленку и на улице обязательно эту пеленочку, где-то он там будет ходить нюхать, постелили пеленочку. Он принюхается, он сядет, пописает. И пеленку надо аккуратненько забирать, чтобы щенок понимал, что запах его этих моментов остался на земле. И он будет постепенно к этому привыкать. То есть не сходил, к примеру, на пеленочку. Вот гуляет три часа, гуляет четыре часа, не может сходить, пописать, покакать. Вы пеленочку подложили, и он будет там нюхать. То есть все равно это будет для стимула, чтобы он сходил пописать и покакать в туалет. Либо же в восьмичасовой рабочий день, вы все время на улице, рано или поздно щенок сходит на улице, ну, однозначно. То есть можно дать ему спустить с поводка, пусть бегает. Он когда бегает, напрягаются мышцы. Вы обязательно наблюдаете и подошли, я же говорю, обязательно похвалили. Вы должны переучить в данном случае щенка, не писать, не какать в доме или в квартире. У меня с этим, я же говорю, я потому и не отдаю раньше щенков. То есть мои дети, когда разъезжаются, они уже знают, что им надо писать, и как это на улице, аж дома этого делать не надо. Это не нормально. Я делаю полную вакцинацию, мы приучаем ко всем привычкам, мы отдаем уже детей. Поэтому я же говорю, ночью вообще огонь работает. Я у меня малышей начинаю приучать где-то с месячного возраста, а то, наверное, и раньше. Я завожу себе будильник, и каждые два часа я встаю, и вот это пойдем, пойдем, пойдем. Мы выходим, и они такие говорят, бам, зачем ты нас вывела? А я в листву. А, заводите еще обязательно. Либо же в сухую листву. Понятно, что там есть момент клещей, но вы обрабатываете щенка обязательно, и обязательно осматриваете после этих прогулок. Потому что ни один препарат не может дать стопроцентную гарантию. То есть в сухую листву, в сухую траву, вот этот вот шерест, он у них вызывает желание пописать пойти. Понятно? То есть я своих детенышей, когда там меня их будила, я там пошли, пошли, пошли. Мы выходим, и я их в листву или в траву, в сухую, они сели, а, молодцы. И они такие, тюлёп, тюлёп, сонные, обратно, потом заходят, даже вывернулись, спали. То есть я приучала таким образом. Это работает. Мне уже не один раз подсказывала, людям, как можно переучить щенка. И оно работает. Только нужно приложить теперь немножко труда и усилий. Ну, если вы не хотите, чтобы ваш щенок ходил на пелёнку, конечно, вы приложите труд, усилий, и у вас всё получится. Бить ни в коем случае. Это не поможет. Бывает, а вот я там дал, носиком натыкал, как у то есть умники рассказывают. Это не поможет. Всё равно он будет туда ходить. Не будет туда ходить, но идёт другое место, где вы не увидите, за что он не получит перей. И он будет ходить туда. Вы услышите это только потом, когда-то по запаху. Вот и всё. Так что терпение и труд, всё перетрут, у вас всё получится. Продолжение следует... Продолжение следует...